Этот выпуск мы посвятим двум чрезвычайно азартным машинам – британской и немецкой. Первая – классический мини переделанный фирмой David Brown Automotive. Учитывая большой тираж поддержанных миников, эта мастерская решила пересобирать оутаймеры, используя современные технологии и комплектующие, говоря музыкальным языком, делать ремастеринг. Выполняется это так – рабочий объем четырехцилиндрового атмосферника увеличивается на пару сотен кубиков, обрастает двумя гоночными карбюраторами, а также получает новый коленвал, распредвал, головку блока и выпускную систему. В итоге отдача мотора вырастает до 127 сил против начальных 79. А чтобы потенциал двигателя был полностью реализован, четырехступенчатая ручная коробка заменяется пятиступенчатой, а свободный дифференциал уступает место самоблоку. Продолжает список доработок амортизатора Bilstein. Тормоза AP Racing, а также более крутые колеса, из-за которых на кузов пришлось навесить расширители колесных арок. Довершают образ стильная красно-белая ливрея. Вдобавок бешеный мини-ремастер от Ocelli Edition выделяется современной диодной оптикой, спортивными ковшами кресел, а если машина покупается для гоночных стартов, есть смысл заказать заводской полукаркас безопасности. Тираж перекроенного ретромобиля хотят ограничить 60 экземплярами, при том цену компания не раскрывает. Но не стоит рассчитывать, что такой хэтчбэк будет стоить дешевле сотни тысяч британских фунтов. Между тем, BMW сейчас готовит новое поколение второй серии. Машины шустрой и азартной. Притом, если однообъемники и седан сохранят переднеприводную компоновку, то двухдверки традиционно заготовлен задний привод. Официально объявлено, что жесткость кузова накручения вырастет на 12%. Кроме того, станет шире колея и продуманнее аэродинамика. Стандартная подвеска получит амплитудозависимые амортизаторы, а заказная – адаптивные электронноуправляемые. Базовыми будут четырехцилиндровые турбомоторы, но 240-я заимеет турбо-шестерку. Мощность трехлитрового двигателя вырастет, а коробка передач станет восьмиступенчатой. Старт производства назначен на конец лета. А пока немцы публикуют официальные фотографии закамуфлированных машин. Но даже качественная маскировка не позволяет скрыть главного. Новая двойка тоже получит огромные ноздри.